Сергею Коровченко почти 60 лет, но на сдачу норм ГТО пришел не раздумывая. По долгу службы в районном казачьем обществе возникают разные ситуации, поэтому следить за своей физической подготовкой необходимо постоянно. Два километра казак пробежал, уложившись в норматив. Это очень приветствуется, что наши люди будут заниматься спортом. Поменьше будет дурных мыслей, наркотиков, алкоголя и прочей нечисти. Так, лучший спорт. А вот молодые казаки решили не просто принять участие, но и выполнить норматив на золотой значок. Вячеслав Пеганов готовился к сдаче тестов заранее. Отсюда и результат. Как минимум в беге он выполнил задание на высшую награду. Должно быть все на золотой значок. Я просто это... Просто на 30-метровке сразу как рванули, заднюю мышцу сорвал. Оно вот это... Боль дает. Неприятно было бежать. Несмотря на холодную погоду, сдать нормы и поддержать казаков прибыли студенты и школьники. Подтягивания на перекладине, отжимания, наклоны туловища, прыжки в длину, поднятие гирь. Сложностей у желающих приобщиться к спорту не возникло. Эти минимальные требования, в принципе, должны выполнять все. И молодежь, и взрослые. Надо поддерживать себя в форме. В жизни пригодится. Интерес к сдаче норматива в ГТО неуклонно растет. На данный момент более 2000 анапчан уже получили заветные бронзовые, серебряные и золотые значки. В комплексе ГТО принимать участие могут все возрастные ступени. Начиная от 6 лет и свыше 70. Сдача норм по ГТО проходит по мере формирования групп. Справки по всем вопросам об организации соревнований можно получить в школе Олимпийского резерва по адресу. Село Супсех, улица Советская, 44 или по телефону 8 861 33 2 96 66. Руслан Душевский, Анапа, регион.